Борьба с коронавирусом продолжается уже на протяжении двух лет. За это время медики смобилизировали все свои силы. На передовой сегодня врачи и медсестры. В их руках жизни сотен людей. Всем докторам, конечно, сложно. Приходится перестраиваться быстро. То есть ты сегодня ведешь своих терапевтических пациентов, а на завтра у тебя уже ковид с той же сопутствующей патологии, с которой тоже приходится бороться. И, конечно, не всем докторам просто перестроиться. Но жалеть себя некогда. Все силы брошены на борьбу за жизнь людей. Работая в красной зоне, врачи месяцами не видят своих родных. Смена за сменой, неделя за неделей. Они уже и забыли, что такое выходные и праздники. Здесь, словно на фронте, на счету каждая секунда. Находиться в таких условиях круглосуточно не просто тяжко, а мучительно. О том, насколько это непросто, заведующий отделением говорит со слезами на глазах. А как ваши близкие отнеслись к тому, что вы теперь не просто работаете в БСМП, в пистическом отделении, но теперь вы еще работаете в ковидном стационаре? Как родственники на это делали? Кто-нибудь возмущался, говорил, ну куда ты идешь? Зачем ты туда идешь? Ну, это не обсуждалось просто. Нечего на этот вопрос сказать. Просто надо и пошли. Долг такой у вас. При этом пациентов меньше не становится. Тенденция последних месяцев такова, что на больничных койках оказываются те, кто до последнего не верил, что ковид существует. Заболевших, конечно, много. У нас сейчас здесь в светлом количество варьирует от 70 до 95 пациентов. И ежедневно около 20 пациентов поступает. Ну, такой конвейер 20 выписали, 20 поступило. Но ковид такое заболевание, что пациенты быстро ухудшаются, и нам все равно их приходится переводить в другие стационары, где есть реанимация. Возможно, нам удастся побороть коронавирус, если каждый будет вакцинироваться, соблюдать элементарные правила, носить маски, держать дистанцию. И тогда ковидные стационары опустеют. И тысячи врачей смогут наконец-то увидеть свою семью. А мы вернутся к обычной жизни без QR-кодов и СИЗов. Ильтина Вестратова, Сергей Медведев. Новости дня.